Юлиус Эвола. Личина и лик современного спиритуализма. Глава 7. Отступление. Эзодерический католицизм и интегральный традиционализм. Мы уже отмечали, что одну из причин, благоприятствующих распространению неоспиритуализма, нужно видеть в самом характере восторжествовавшей на Западе религии христианство и в особенности католицизма. Как сущностно-теологически-ритуальная система с одной стороны, а с другой — как культовая и морализаторская практика, она, видимо, может лишь в малой степени удовлетворить потребность в сверхъестественном, испытываемом многими людьми в нынешнее время. Соответственно, этих людей привлекают другие учения, которые, как им кажется, сулят нечто большее. Естественно, здесь мы имеем в виду сверхъестественное как опыт, потому что в противном случае католицизм более чем какая-либо другая религия претендует на обладание подлинной теологией сверхъестественного, отсылая к концепции личного Бога, отдельного от всего мира природы и превосходящего этот мир. Но как раз теологию здесь нужно еще поискать. Теистическая католическая концепция Бога-Личности кажется неадекватной уже с самого начала, если допускать в принципе только дуалистическую связь «я» и «ты», творения и Творца. Верно, что существует и христианская мистика, и что католицизму знакомы монашеские ордена, намеревающиеся культивировать жизнь в чистом созерцании. Но исключая тот факт, что для этого предполагается довольно специфическое призвание, и, с другой стороны, всякое устранение дистанции, происходящее из концепции Бога-Личности, становится опасной ересью этой самой мистической жизни, сильно ограниченной понятием «мистического союза» или «объединяющей жизни». На практике современный католицизм представляет собой нечто худшее. В его главную озабоченность превратилась так называемая «пастырская забота о душе», не говоря уже о произошедших после Собора, модернизации и повороте влево, заставивших выйти на передний план социальные и коллективные вопросы, составленные из всех известных убогих ингредиентов гуманитарного, пацифического и демократического характера. Всё то, что могло иметь характер подлинной трансценденции, отложено в сторону или, по меньшей мере, совершенно не поощряется. Отсюда пустота, которая наряду с многочисленными кризисами современного мира, подтолкнула многих людей к поиску в других областях, более или менее близких к современному неоспиритуализму, подвергаясь опасности искажения высших устремлений тёмными силами. Но при объективном анализе напрашиваются некоторые оценки. Раннее христианство представляется типичной религией Кали-Юги, тёмной эпохи в западной формулировке того же учения, соответствующей Железному веку, в которой, согласно Гесиоду, многим уготовано бесславное угасание в Аиде. Христианская проповедь, изначально направленная, в первую очередь, на массы обездоленных и не имеющих традиций жителей римской Айкумены, обращалась к типу человека, достаточно отличавшегося от человеческого типа, традиций более высокого уровня. В вопросе обращения к Божественному такой человек находился в отчаянной ситуации. Так обрело форму трагическое учение о спасении. Утвердился миф о первородном грехе. Была указана альтернатива вечного спасения или вечной погибели, решающая один раз для всех на этой земле, усиленная впечатляющими изображениями загробной жизни и апокалиптическими видениями. Это было способом вызвать в некоторых натурах крайнее напряжение, которое, особенно будучи связанным с мифом об Иисусе, как спасителе, могло принести свои плоды. Если не в этой жизни, то, по крайней мере, в момент смерти или в посмертии, когда эти непрямые средства, воздействовавшие на человеческую эмоциональность, могли бы изменить глубинную силу человеческого существа. Более поздний католицизм в своем обращении к более широким массам в некоторой мере скрыл крайнюю суровость этих воззрений, представив опоры человеческой личности, признав ее сверхъестественное предназначение и выполняя тонкое действие над ее глубинной сущностью, силой ритуала и таинства. В этом контексте можно указать на возможную прагматическую, практическую причину существования некоторых аспектов католицизма. Уже определенные принципы католической христианской морали, смирение, каритас и отказ от собственной воли, если понимать их правильно и в правильном месте, можно было бы назвать оздоровляющими ввиду ограниченности и индивидуалистического самоутверждения, к которым часто был склонен человек Запада, ввиду ограничения на интеллектуальном плане и соответствующей гуманизации всякой способности видеть то, что находится выше обычного интеллекта, может быть удобным представить это в форме догма и высказывания авторитета, но на более высоком уровне, по крайней мере для элиты, это может быть знанием и явной очевидностью. Возможно, что по той же причине посчитали удобным говорить об откровении и милости, чтобы подчеркнуть характер относительной трансценденции подлинно сверхъестественного по отношению к возможностям более или менее упадочного человеческого типа, который должен был демонстрировать всё большую склонность ко всякому роду рационалистических и гуманистических отклонений. Наконец, мы уже указывали, что простая вера в теистическую картину мира с её вышеописанной дистанцией, хотя определённо и является ограничением, из-за чего в более полных традициях она имеет смысл только для низших уровней цивилизации, может гарантировать целостность личности, которая при встрече с чем-то мистическим или пантеистическим и при пересечении границы сверхъестественного, как уже говорилось много раз, может утерять твёрдую почву под ногами. Таковы ограничения католической доктрины, сделавшие возможным её положительное значение для больших масс людей и ввиду, повторим это, отрицательных условий нашей тёмной эпохи. На этом уровне идеи, подобные идеям таких католиков, как Массис и Кютта, также могли бы быть правомирными. Католицизм представляет человеку Запада защиту, в то время как всякая форма духовности, отличающаяся от дуалистической, теистической и в этом отношении часто любит ссылаться на Восток, может представлять для него опасность. Но когда мы уходим от этого уровня, всё меняется, и довольно сильно. Если рассматривать реальный контакт со сверхъестественным, полагая его целью то, что можно было бы назвать сверхличностью, иными словами, личностью, интегрированной в нечто, превышающее обычные человеческие условия, то в таком случае католицизм, мы не имеем в виду католицизм наших дней, является уже не ограничением, которое защищает и сохраняет, а фактором окаменения, а его нетерпимость и сектанство вызывают ответную реакцию в людях, стремящихся к иной самореализации. Они переносят своё внимание на традиции или учения, не являющиеся ни восточными, ни христианскими, в которых более очевидно метафизическое или инициатическое содержание, а не ограничение религиозной, догматической или ритуалистической областью с жёсткой теистической мифологией. Новая актуализация потенциала первоначального христианства, как вышеупомянутой трагической доктрины спасения, сегодня может быть нелёгкой, может быть, она возможна только в исключительных случаях, особенно у людей, столкнувшихся с опасным экзистенциальным кризисом. Для большинства такая проблема не стоит, и мы можем откровенно сказать, что если люди, не знающие ничего другого, кроме пустейших конструкций профанной плебейской университетской философии и культуры наших дней, или разложения различных видов современного индивидуализма, эстетизма и романтизма, обратятся в католицизм и по-настоящему переживут по меньшей мере веру с полным усердием и, возможно, в жертвенном смысле, то это будет означать уже не отречение, а, несмотря ни на что, прогресс. Однако здесь мы должны подойти к особой проблематике, указанной нами для иного человеческого типа и для иного призвания. Здесь можно было бы спросить, возможно ли такая концепция, такое принятие католицизма, которое не вынуждали бы искать иной путь. Некоторые спиритуалистические круги видели такую возможность в перспективе того, что называется христианским эзотеризмом и интегральным традиционализмом. Посмотрим же, как дело обстоит в этом отношении. Предварительно имеет смысл отделить понятие христианского эзотеризма от понятия христианской инициации. Первое имеет доктринальный характер, а второе – характер оперативный и опытный. Существует ли в общем христианская инициация – это спорный вопрос, касающийся других времен и, по нашему мнению, допускающий, по сути, отрицательный ответ. Если нам предельно ясно то, что является инициацией в полном и аутентичном смысле этого слова, то нельзя не подчеркнуть принципиальную оппозицию между инициатическим путём и христианством как учением, в центре которого лежит вера. Изначально могло существовать смешение, вызванное влиянием античных, мистериальных традиций и их близостью. Так, следы этих последних можно встретить в греческой патристике. Например, мы уже указывали, говоря о тоософизме, на различия, которые Климент Александрийский проводил между «знающим» – гностикос, обладающим некоторыми чертами посвящённого и простым верующим, пистикос. Но всякое точное ретроспективное расследование в этом отношении является трудной и почти что невозможной вещью. И всё то, что некоторые считают аргументом в пользу существования гипотетической христианской инициации, относится прежде всего к Восточной Церкви, а не к римскому католицизму и, кажется, имеет характер не столько инициации, сколько простого наделения благодатью. Даже тот, кто полагает иначе, вынужден будет признать, что христианские ритуалы, по своему происхождению имеющие инициатический характер, не смогли сохранить его и, начиная уже с Никийского собора, передавались только в свои религиозные и символической адаптации или переделки. В ином случае остаётся только мир мистики. В церковных кругах нет никаких следов инициатической передачи, которая по своей природе должна быть выше существующих апостольских иерархий. Что касается инициатических претензий христиан в кругах, далёких от Церкви и от сегодняшнего дня, то, когда речь не идёт о мистификациях, они имеют в своей основе случайные сочетания, в которых христианство является лишь одним из составляющих, без какого-либо подлинного корня традиционной передачи. Это касается также и тех, кто получил свою квалификацию самостоятельно, даже в наши дни, как розенкрейтеры. Тем не менее, эта проблема остаётся открытой не только для христианской инициации, засвидетельствованной только в прошлом, но и для христианского эзотеризма, то есть возможности интегрировать то, что присутствует в католицизме и отсутствует в христианстве в общем, в более широкую систему. Здесь также можно указать на более глубокое измерение и смысл структур, символов и ритуалов. Такая интеграция, как мы уже сказали, имеет прежде всего доктринальный характер. Не стоит и говорить, что подобный уровень весьма далёк от уровня эзотерического христианства Бизант и Элитбитера, не говоря уже о толковании Евангелий, выполненном Штейнером, с массой невероятных безобразий. Но здесь может оказаться полезным течением интегрального традиционализма, основателем которого является в первую очередь Рене Генон. Основная идея состоит в понятии единой, изначальной метафизической традиции, превосходящей пределы всех частных традиций или религий. Термин «метафизический» здесь взят не в абстрактном смысле, как в философии. Он отсылает к знанию о том, что не является физическим в самом широком смысле, и к реальности, которая превосходит чисто человеческий мир со всеми его построениями. Данная традиция может иметь многочисленные проявления, более или менее полные. В различных исторических частных традициях, адаптируясь к различным историческим и расовым условиям окружающей среды, и реализуясь путями, ускользающими от профанного исследования. При таком предположении можно было бы вновь обнаружить константы или гомологичные элементы в учениях, в символах и догмах этих частных исторических традиций и подняться на высший уровень объективности и универсальности. Идеи этого рода выдвигались еще в теософизме и в некоторых масонских кругах, но в неадекватной форме. Именно Геноновская школа смогла представить и развить их серьезно и строго с соответствующими тезисами трансцендентального единства религий, выражения Шуона и названия его интересной книги. Нужно подчеркнуть, что здесь речь идет не о синкретизме и даже не о тех соответствиях в ряде случаев реальных, но всегда эмпирических и внешних, которые могут быть отмечены современной историей религий. Предпосылкой здесь является противоположный дедуктивный метод, основанный на фундаментальных знаниях и принципах. Почти как из определения треугольника можно вывести теоремы, действительные и для данных случаев, таким же образом данный способ понимания позволяет увидеть, как в определенных условиях и в связи с разнообразием различных форм выражений, к тому же учитывая различные потребности определенных смыслов и символов традиции, он ведет к тому или иному корпусу учений, вер, догм, мифологем и даже суеверий, и вышеуказанные константы остаются таковыми вопреки всякому разнообразию и даже очевидному контрасту. Итак, первая эзотерическая интеграция католицизма состояла бы как раз в этом, исходя из учения и символов церкви, понять то, что в них выходят за пределы католицизма в силу того, что они являются поистине католическими, то есть универсальными, вселенскими, уловив также разъясняющие это связи, так сказать, интертрадиционного характера. Это повлекло бы за собой не искажение этих католических доктрин, но перенос смысла их главного содержимого на более высокий уровень по сравнению с религиозным, на метафизический план, что дало бы перспективы реализации, которые могут быть подходящими для тех, кто стремится к трансцендентному. Здесь, однако, нужно позаботиться о том, что эта процедура не оказалась обратной, как, к сожалению, уже случалось, если принять в качестве первичного элемента католические доктрины с их специфическими ограничениями и попытаться сопоставить им некоторые традиционные примеры. Напротив, именно эти примеры и должны составить первичный элемент и точку отсчета. Нельзя не сказать, что только в этой традиционной или сверхтрадиционной перспективе может иметь ценность церковная аксиома не являющаяся неоспоримой на уровне той католической апологетики, которую можно назвать модернистской, настолько, насколько она с самого начала фанатично настаивает на новизне и неповторимости христианства, делая единственную оговорку в смысле предшествования и прообраза, в первую очередь, применимую к еврейскому народу как к народу, избранному Богом. Новизну можно понять лишь в смысле частичной адаптации учения, которая является новым только потому, что связана с новыми жизненными и историческими условиями, которые, впрочем, навязывают изложение учения в какой угодно форме, кроме высшей. Чтобы обоснованно утверждать процитированную выше католическую аксиому, отношение должно быть противоположным. Вместо того, чтобы настаивать на новизне учения, почти что как если бы это было некой заслугой, нужно стремиться показать его архаичность и вечность, демонстрируя ту меру, в которой его можно возвести в его сути, к высшему корпусу учений и символов, поистине являющихся католическими, вселенскими. Нужно не ограничивать его каким-либо временем и какой-либо частной формулировкой. Он должен оставаться в основе всех из них, как в дохристианском, так и в христианском мире, как на Западе, так и за его пределами, а также в угаснувших или исчезнувших традициях, в инноволюционных и сумрачных формах, как это произошло в случаях часто законсервировавшихся среди диких народов вер. Католицизм допускает мысль о первобытном или патриархальном откровении данным человеческому роду еще до внезапного потопа и рассеяния народов. Но из этих идей он не извлек никакой пользы, которая позволила бы ему преодолеть указанное ограничение. Единственное исключение, вероятно, составляет католический этнолог Вильгельм Шмидт, который в своем внушительном труде «Идея Бога» послужил этому делу как раз в области этнологии. Поэтому характеристикой нынешнего католицизма остается ограниченность вкупе с сектантской исключительностью. Если говорить о происхождении всего того, то, что в католицизме кажется подходящим для признания традиционным и о своеобразии многих соответствий в мифологемах, именах, символах, ритуалах, институтах веры и так далее, с многими другими традициями, рассеянными во времени и пространстве, которые заставляют думать о чем-то большем, чем простой случай, или о том, к чему могут привести усилия по эмпирическим и историческим исследованиям, то концепция теософистов, которые видят повсюду личное воздействие учителей и великих посвященных, чересчур упрощена. Напротив, нужно учитывать такое действие, невоспринимаемое и не всегда связанное с конкретной личностью, обладающее подпороговым влиянием, которое могло заставить создателей католической традиции, не догадываясь об этом и часто намереваясь сделать совсем иначе или же будучи побуждаемыми внешними обстоятельствами стать инструментами консервации традиции, передачи некоторых элементов изначальной и универсальной мудрости, которая, как говорит Генон, в католицизме может быть восстановлена из латентного состояния, будучи скрытой под религиозной, мифической и теологически-догматической формой. Впрочем, подобную точку зрения могла бы частично принять и католическая ортодоксия, если бы она понимала в более конкретном смысле действия Святого Духа, который на протяжении истории Церкви развивал первоначальное откровение, невидимо и вдохновляющее присутствие на каждом соборе. Говоря о формировании всякого великого идейного течения, нужно учитывать, что оно может быть вызвано влияниями этого рода, но в таком случае другой природы больше, чем обычный человек может себе представить. С точки зрения нынешнего католицизма серьезная трудность традиционной интеграции, о которой мы говорили, касается основателя этой самой религии Иисуса Христа, поскольку, как уже нами было сказано, сама мысль о том, что его личность, его миссия и его послание о спасении имеют уникальный во вселенской истории и решающий характер, откуда и происходит претензия католицизма на исключительность, не может быть принята, хотя она и составляет первый догмат веры фристианства в общем. Та же самая концепция функции Спасителя или Избавителя исторического Иисуса Христа в той мере, в которой она представлена в смысле заместительного искупления, то есть искупления невиновным вины других, в этом случае первородного греха бремени рода Адама представляет собой абсурд. Предпосылкой здесь, очевидно, является по своей сути материалистическая и детерминистическая концепция сверхъестественного. В самом деле, теория, что вина не может исчезнуть, пока её кто-нибудь не искупит, подразумевает признание своего рода детерминизма или фатализма, своего рода кармы, почти как если бы вина создавала своего рода заряд, который в любом случае должен разрядиться, если не в одном, то в другом. Так что жертвоприношение невиновного или постороннего объективно может иметь смысл, состоящий в искуплении личности преступника. Всё это ведёт в область идей весьма удалённых от этой религии милости и сверхъестественной свободы, которой хотело бы быть христианство в противоположность древней еврейско-фарисейской религии закона. Уже в первых веках нашей эры противники христианства справедливо указывали, что если бы Бог хотел искупить людей, Он мог бы сделать это простым актом милости и силы, не будучи обязан приносить в жертву вместо замещающей жертвы своего сына, давая тем самым людям возможность осуществить новое страшное злодеяние и как если бы прощение было бы железным, почти что физическим законом, с которым сам Бог не может ничего сделать. Это говорит о трудности, которая возникает, если придерживаться экзотерически-религиозной точки зрения в отношении истории Христа и не отделять, с другой стороны, внутреннюю и сущностную сторону учения от мотивов, которые происходят из концепций низшего рода и которые только на основе сентиментальных запросов божественное приношение ради человечества, любовь и так далее могут выйти на первый план и составить догматы веры в том же католицизме. По отношению к рассказам Евангелий проблема исторической реальности по сути своей не важна. С рассматривания здесь точки зрения было бы важно в первую очередь установить ту меру, в которой жизнь Иисуса, таким же образом, как и различные мифы о полубогах или героях языческого мира, можно было бы интерпретировать так же как ряд символов, отсылающих к этапам, состояниям и действиям существа в соответствии с данной жизнью. Мы сказали так же, потому что в случае определенных исторических событий или фигур некоторые тайные сходства могут сделать реальность символом, а символ – реальностью. Так жизнь реального существа может иметь в то же время ценность драматизации метафизических учений или привлечение внимания к ним, почти как драматические представления античных мистерий, предназначенные для пробуждения в посвящаемом глубинных эмоций с целью направить их на выполнение определенных трансформаций их сущности. С эзотерической точки зрения при возможных встречах символа и реальности больше ценности имеет нереальный образ, который в этой перспективе обладает инструментальным и случайным характером, а образ-символ, при помощи которого можно прийти к чему-то универсальному, надисторическому и просветляющему. Уже с отцов церкви предпринималась символическая интерпретация материи Евангелии и частично даже Ветхого Завета, но она остановилась на моральном и максимум мистически-культовом уровне. К этому относятся также случаи так называемого «подражания Иисусу», в котором, оставляя в стороне исторические факты, Иисус предстает моделью для повторения, указателем пути. Однако нужно отметить, что приписывание Иисусу этого смысла с пренебрежением в то же время его исторической реальностью и верой в его магическое действие по искуплению человечества объявлено ересью. При этом также и в отношении «подражания Христу» и использовании этой фигуры «sub-спечи-инториаритатис» нужно всегда иметь в виду различия между мистически-культовым уровнем и уровнем метафизической реализации, на который также можно подняться согласно перспективе интегрального традиционализма. Тем не менее, остается фактом, что в общем, в христианстве высшим идеалом всегда является по своей сути моральный, а не антологический идеал святого, канонизированного, а не обожествленного, на который еще намекалось иногда в греческой патристике. Это идеал спасения, а не великого освобождения. Что касается эзотерической интерпретации в смысле духовной науки, то она, можно сказать, отсутствует в ортодоксии еще с самых первых времен, рассматриваются почти что исключительно моральные и аллегорические смыслы. Смысл Дивы, так называемого непорочного зачатия и рождения божественного мальчика, ожидания мессии, любопытное соответствие, из-за которого Вифлеем, место рождения Христа, отсылает к Вифилю, имени данному Иакову месту, где он, спя на камне, имел известное видение и осознание врат небес, хождение по воде, нелишенные связи со святым Христофором, который перенес ребенка Христа через реку, превращение воды в вино, удаление в пустыню, восшествие на гору и речь с горы, далее, переодевание в фальшивую царскую мантию и потом обнажение, распятие посреди двух крестов, удар копьем в сердце, выступание воды и красной крови, потемнение небес и открытие земли, ад, в который Иисус спустился, чтобы посетить как Эней мертвых, тот факт, что в гробу не нашли его трупа, и восстание, и вознесение на небеса, за чем последовало нисхождение освящающего духа, тройцин день, и дар языков, что такое духовное тело и воскрешение плоти, вода, навечно утоляющая жажду, крещение не водой, но огнем и духом, и, наконец, отсутствие сломанных костей и суд над живыми и мертвыми, почему последователи Иисуса двенадцать, а царей магов три, и каков их подлинный смысл, сорок дней и ночей удаления в пустыню и сорок снова часов лежания в гробу и так далее. Дать объяснение всему этому, связав это систематически в единый корпус эзотерической доктрины, это задача, которую нельзя выполнить, если твердо держаться, за ограничение веры, культа и всего прочего, что свойственно простому религиозному сознанию. Возможно, небольшая коррекция возможна и для того, что считается чудесами, даже по той причине, что, как мы уже сказали, для современного спиритуализма в первую очередь чудесным является то, что впечатляет. Признавать реальность иных чудес, помимо чудес Иисуса, не значит уходить сильно далеко. Известно, что представители древнеримской традиции не видели причину для скандала или изумления в чудесах, приписываемых Кресту. В древних цивилизациях всегда признавались некоторые аномальные возможности, приписываемые также науке, магии в узком смысле, для производства определенных феноменов, и свободный мыслитель вчерашних дней не задавал серьезных вопросов о вещах этого рода, ровно как и простонародье не считало чудеса мотивом для веры. Но католицизм справедливо не удовольствовался этим. Он разделяет чудеса и чудеса и выдвигает в качестве критерия не феномен, а причину, которая, как мы уже сказали, в отношении спиритизма может быть весьма различной, даже для одного и того же феномена. Но в области критерия различия католицизма остается на слабой позиции. Говорить, что оккультные феномены обязаны собой дьявольским и скрытым, но природным силам человека или вещей, в то время, как настоящее чудо обязано собой Богу, на практике не может снабдить нас надежным критерием. Помимо прочего, здесь нужно было бы начать с объективного уточнения, какие пределы имеет природа, и не забывать, что говорится в Евангелиях, а именно, что Антихрист будет иметь способность производить знаки такой же силы, как и Сын Человеческий. С другой стороны, ставить условием, что феномен имеет только этические цели или цели убеждения, означает закончить на довольно низком уровне. Единственный элемент, обладающий определенной последовательностью. Это требование смысла, просветляющей силы, связанной с феноменом сущностным образом, и кроме того, связь феномена с по-настоящему высшей личностью. Это ведет к критерию, свойственному метафизической точке зрения, согласно которому феномен является по-настоящему сверхъестественным, когда одновременно присутствуют в виде частей, неотделимых от целого. Три аспекта – магический, символический и аспект внутреннего преображения. Это можно объяснить на примере хождения по водам. Это эзерический смысл определенного значения, определенного условия существования. И свойственный не только христианству. Над водами означает над потоком форм, над образом существования природ, подверженных становлению, созданных из желаний, искажающих их жизнь и лишающих всякой стабильности. Итак, можно думать, что в определенных обстоятельствах интегральная реализация значения этого символа личностью сопровождается реализацией магической силы, наделяющей реальной способностью ходить по воде, не идя ко дну, возможностью того рода, когда символ превращается в факт, который в свою очередь является символом и становится знаком и просветляющим доказательством реальности и закона высшего порядка. Известно, что этот пример соответствует одному из чудес из Евангелий. Другие примеры того же типа, если их нет в Евангелиях, присутствуют в текстах других традиций. Именно до способности понять вещи с подобной точки зрения должен подняться тот, кто хочет обнаружить метафизическое содержание, скрытое в преподаваемой католицизмом священной истории и приблизиться к смыслу того, что в ней по-настоящему сверхъестественны, а не относятся к миру феноменов. Наряду с Евангелиями и Библией его можно научиться различать также во многочисленных догмах и теологических католических доктринах. Можно думать также, что, как указал Генон, многое из того, что с теологической точки зрения говорится об ангелах, нужно понимать метафизически, как относящиеся к трансцендентным состояниям сознания тех, кто следует аскезе, пробуждению и внутреннему перерождению, в то время как демоны символизируют силы и состояние уровня, находящегося ниже человеческого. При этом при изучении католицизма нужно учитывать все то, что в нем, помимо его доктринальной части, имеет объективный смысл и значимость, отсылая к магии в узком смысле. Магия основывается на существовании тонких сил психического и витального характера, на возможности техники, которая может воздействовать на них и с их помощью, обладая тем же характером необходимости и безличности и той же независимостью от моральных достоинств объекта и субъекта, как и техника материальных сил. Итак, такой характер можно увидеть в том, что ортодоксально приписывается ритуалам и таинствам католицизма, в которых на самом деле ничего не является произвольным и формальным. Мы имеем в виду ритуал крещения, считающийся способным пробудить принцип сверхъестественной жизни в том, кто ему подвергается, независимо от его намерений или заслуг. Об устойчивости священнического рукоположения, которое не уничтожается, даже когда сами священники с точки зрения морали ведут себя недостойно. Наконец, о могуществе отпущения грехов обычного и инэкстремис, которое, по сути, должно господствовать над законами кармы, как они называются в индийской традиции, и прекращать их действия. Таковы некоторые случаи, в которых католицизм может оставаться на уровне духовной объективности, высшей по отношению к реализму человеческой сентиментальности и моральности, на уровне магии. Без отсылок этого рода защита католицизма от связанных с профанной и рационалистической ментальностью наших современников обвинений в суеверной и даже имморальной стороне этого его аспекта, связанного с таинствами, выглядит довольно слабой. Но католик с трудом смог бы принять подобную точку зрения. Здесь прежде всего нужно подумать о том, что все то, что является ритуалом и таинством, если даже и имело подлинный магический потенциал, утеряло его и остается в католицизме на уровне религиозных образцов, только формально повторяющих структуру магических или инициатических обрядов. Уместно в этом контексте изучить католическое учение о так называемых следствиях ex operato. Строго говоря, это учение, будучи понятым правильно, устанавливает вышеуказанный объективный характер сил, действующих при ритуале, которые при необходимых условиях действуют сами по себе, создают обязательное следствие независимо от оператора, то есть не ex opero operantis, почти как в случае с природным явлением. Однако, как и для производства природных явлений, здесь также должны присутствовать некоторые предпосылки. Структуры ритуала сами по себе неэффективны, как шарниры и механизмы мотора, в которые не поступает электрическая энергия. Чтобы действовать, то есть создавать определенные психические следствия, сознательный или подсознательный ритуал должен быть наполнен жизненной силой, то есть должно существовать состояние связи с тем сверхчувственным уровнем, который в то же время снабжает сознание изначальными и нечеловеческими символами и магической силой, которая как раз и придает действенность ритуальным операциям. И в понятии Святого Духа, особенно если обратиться к тому времени, когда оно не было еще теологизировано, речь идет как раз об этом. Без этого ритуальный корпус и корпус таинств является простой надстройкой и на первый план выходит все то, что является просто религией, верой и моралью, как это последовательно и произошло в протонстантизме, отказавшемся от всего прочего. Связь с метафизическим планом может нерегулярно и спорадически осуществляться в состояниях экзальтации, священного энтузиазма души, если только поддерживается адекватная ориентация, предохраняющая от призыва невидимых сил низшего характера. Напротив, когда говорится о регулярности, о традиции, должен существовать тот, кто строит стабильный и сознательный мост между видимым и невидимым, между естественным и сверхъестественным, между человеком и божественным. Согласно этимологии этого слова, таковым был понтифик, понтифекс, строитель мостов. В первую очередь понтифик является точкой контакта, которая делала возможным проявление действенных и реальных влияний свыше на мир людей. И цепь понтификов, которая в высших и изначальных формах традиционной цивилизации были тождественны цепи представителей божественной царской власти, гарантировала непрерывность и вечность этого контакта, составляла ось традиции в буквальном смысле. То есть передачи присутствия и священной силы, оживляющей и просветляющей, силой, без которой, как говорится, никакой ритуал не является рабочим и вырождается в простую церемонию или символ, и чье благотворное воздействие путем соучастия мог получить регулярно упорядоченный сакральный корпус. Папство, понтификат, институт, уже существовавший в Древнем Риме, номинально является частью католицизма, находится в центре церкви и на вершине ее иерархии. Но нужно задаться вопросом, что в нем осталось от его изначальной функции и общей традиции? Пророческое упование Иохима Флорского на приход ангельского папы, имеющего черты почти что посвященного, и торжественно открывающего новое царствие, царствие живого, действующего и животворящего Святого Духа, к сожалению, осталось утопией. И если мы обратимся к обстоятельствам последних времен, то прежде всего фигуры двух последних пап Иоанна XXIII и Павла VI общий климат обновления и модернизации, растущая неприязнь к католическому интегрализму и к так называемым средневековым пережиткам, кажется, определенно запечатлевают разрушительный итог. Отсюда представляется, что не существуют условий, которые могли бы дать положительный ответ на вопрос, сформулированный нами вначале, вопрос способности католицизма представить то, что многие ищут в ином месте и что так часто толкало их в неразбериху и ошибкой неоспиритуализма, по крайней мере, если рассматривать этот вопрос в широкой перспективе. Вместе с тем проблематично, чтобы, несмотря ни на что, Церковь, мистическое тело Христа было носителем и управителем подлинного сверхъестественного могущества, объективно воздействующего на реальность посредством ритуалов и таинств, из которых может извлечь пользу тот, кто станет ее членом, надеясь при этом на опыт, находящийся за пределами конфессиональной религии и не ведущий к так называемой святости как к высшей цели. Однако католицизм, несмотря ни на что, содержит следы мудрости, которая может послужить основой эзотерического признания различного содержания в указанной перспективе интегрального традиционализма. Здесь ценен тезис, выдвинутый представителем этого течения. Тот факт, что представители католической церкви так слабо понимают свое собственное учение, не должен заставлять нас самих демонстрировать то же непонимание. В противном случае все препятствия и все ограничения, рассмотренные выше, представляются труднопреодолимыми. Абстрагируясь от секулярного католицизма, можно было бы сослаться на католическую аскезу прежде всего в связи с древними монастырскими традициями в том, что касается, если не инициации, то внутренней дисциплины, связанной с продвижением к трансценденции, приближением к сверхъестественному. Но даже здесь был бы необходим тяжелый труд по очищению и осуществлению при условии сосуществования культовых элементов и специфически христианских комплексов, для которых возможно было бы трудно подобрать подходящие инструменты внутреннего действия без осознания того, что предлагают другие традиции. Католицизм, поднявшийся на уровень поистине вселенской, единогласной и вечной традиции, где вера может быть интегрирована в метафизическую реализацию, символ пути пробуждения, ритуал и таинства в действии могущества, догма в выражении абсолютного и безошибочного знания, ибо оно является нечеловеческим и как таковое живет в существах, освобожденных от земных пут посредством аскезы, где папство вновь обрело свою изначальную посредническую функцию. Такой католицизм мог бы вытеснить всякий нынешний или будущий спиритуализм. Но наблюдая реальность, можно задать вопрос, может ли это быть чем-то большим, чем мечтой? Редактор субтитров, Продолжение следует...